Приветствую вас, у вашей проблемы есть два аспекта. Первый, это собственно говоря, та причина, по которой вы считаете, что люди относятся к вам в разуме, то есть что вам позволяет так думать. Если вы по какой-то причине считаете или как-то воспринимаете себя особенным образом, то, естественно, с этим нужно что-то делать. То есть, если это проблема самооценки, то ее нужно повышать. Если это неуверенность в себе, так же это нужно исправлять. Если вы считаете себя не такой, как все, то нужно опять-таки понять, почему вы считаете себя именно такой, что заставляет вас так себя считать. И, исходя из этого, уже стараться что-то делать. Стараться направлять свою деятельность в ту сторону, чтобы исправлять данные проблемы. То есть, момент здесь такого плана, что вам в обязательном порядке нужно анализировать свое поведение, как вы самоощущение, как вы себя чувствуете, как вы себя воспринимаете, да, чтобы лучше понимать, как вы идентифицируете себя другими людьми. То есть, например, если вы ненавидите окружающих, то почему, за что, в чем причина такого негативного отношения к ним, чем оно вызвано? Поскольку люди вам ничего плохого не сделали, то, думаю, проблема кроется в вас. Следующий аспект, второй, заключается в том, что вам по какой-либо причине удобно находиться в том положении, в каком вы сейчас. То есть, что-то менять, вообще-то говоря, не нужно вам. А зачем что-то менять, если вас все устраивает? Вы пишете, что вам делать. Что делать определяет ваше желание. Желание, чего вы хотите, что вам нужно, что вам интересно. И вот, исходя из вашего желания, и нужно исходить. Исходить в том плане, чтобы строить свою деятельность, чтобы устраивать свое поведение. Если вы хотите общаться с людьми, больше, нужно понять, что стоит на пути, какие препятствия, и их устранить. Если вы не хотите с ними общаться. Если вам хорошо одной, то, соответственно, зачем менять это? Ну вот, вы самодостаточная личность. Вы прекрасно справляетесь. Будучи одной. В людях вы, вроде бы, не нуждаетесь. И зачем против воли что-то делать? То есть, суть заключается в том, что если вы хотите в животное, то что, какие препятствия есть на этом пути, на пути вашего желания. И если вы хотите одного, то к этому нужно стремиться. И мы можем помочь вам этого достичь. Достичь желаемого. А если вы хотите или не хотите другого, но при этом чувствуете себя обязанно это делать, то здесь нужно понять, кому, простите говоря, вы обязаны. Люди, в частности, общество считают, что, как бы, ну, в нем происходит общение, обмен факом, информацией. Для чего? Для чего? Чтобы общество нормально существовало. Но личное стремление каждого определяет свой индивидуальный характер в таком взаимодействии. И если у вас имеется свой взгляд на то, как вам строить свои отношения, то этот взгляд, если он не вредит окружающим, имеет полное право на существование. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен.